Стабильно, везде говорят так, удовлетворительно. У меня, правда, честно, ребята, у меня даже язык поворачивается сказать слово удовлетворительно. Владимир Владимирович, вам огромное спасибо, огромное спасибо. Я считаю, что работу выполнена на отлично. Чтобы у вас руки не опустились, а выросли крылья. Проплевываются. Да, да, да. Ну пусть крылья, но дылья, но не боди. Поэтому я понимаю, что это хорошая работа ваша как организатора. Это хорошая ваша работа как умелого политика в взаимодействии с вышестоящей властью. И хотелось бы, чтобы именно она продолжалась. Почему я настаиваю, или, как скажем, говорю, громко так заявляю. Почему? Потому что, ну, коллеги, вы знаете, что я являюсь представителем комиссии по бюджету, но бюджет вырос на треть. Ну, где это видно? У нас на сегодняшний день за 2000 год, за 22-й год, бюджет 2 с лишним миллиарда. Господи, когда это было? Если у нас это будет так же, даст Бог один дочек, то мы понимаем, что все, что коллеги говорили по ремонту квартир, по восстановлению инфраструктуры, это же все будет реально выполнено. И тут нужен будет общий, совместный надзор и внимание, и помощь в этом вопросе. Поэтому хочу попросить всех проголосовать именно оценку работы отличия. Продолжение следует... Уважаемые коллеги, мы рассмотрели первый вопрос. Депутаты отметили, что работа главы города, администрации города проходила за 2022 год в тесном таком контакте, сотрудничестве. Отмечено также улучшение некого такого общественно-культурной жизни, социальной жизни. Отмечено внимательное отношение ко всем категориям, скажем так, населения города Назарова, будь то это ветеранское сообщество, будь то это детское сообщество, спортивное сообщество. И другие, которые сегодня прозвучали в отчете главы. Отмечается улучшение инфраструктурных решений в городе Назарова, ремонт и содержание обслуживания уличной дорожной сети. Ну, все те вопросы, которые мы рассмотрели сейчас и отдельно вопросы стоят по такой очень хорошей системной работе с семьями моделизованных и самими моделизованными. Кроме этого, мы сегодня видели и отметили о том, что все те, не все, многие приоритетные вопросы были решаемы. Мы их обсуждали, решали, пробовали через различные мероприятия, совместные, финансово наполненные, без финансов. Но все это было в течение 22-го года. Понятно, что депутат всегда руководствуется наказами жителей, своих избирателей. И поэтому сегодня, Владимир Рудольфович, мы эту озабоченность высказывали. В течение года, да, действительно многое было сделано в этой, но у нас еще остались наказы, они обозначены в приоритетах на 23-й год. И нам хотелось бы, да, вот то, что осталось неисполнено, переходящим, чтобы все-таки мы свое депутатское слово держали и наказы избирателей выполняли. И я так думаю, возможности, те мероприятия, которые мы обсуждаем, они позволят нам все-таки большую часть из них выполнить. Мы готовы, депутатский корпус, работать совместно и реализовывать все задачи. Я сейчас смотрела внимательно последний слайд, вспоминаю наш последний слайд. В общем-то, те приоритеты, они, собственно говоря, перекликаются. И я радуюсь. Ну что ж, уважаемые коллеги, вы предложили перейти к голосованию. У вас, у всех в раздаточном материале имеется проект решения. Согласно федерального закона, у нас оценка деятельности предполагает только удовлетворительная и неудовлетворительная. Другие оценки мы можем высказать сегодня на заседании сессии, но применить к решению мы можем оценку удовлетворительную. В других не поступило предложение, поэтому еще раз обращаемся к проекту решения. В соответствии с частью 11.1 статьи 35 федерального закона 131 КЗ, а также под пунктом 16.2 пункта 1 статьи 21 устава города Назарова, заслушав и обсудив представленный главой города Саара Владимиром Рудольфовичем отчеты результатов деятельности главы города Назарова за 2022 год, Назаровский городской совет депутатов решил Первое. Отчеты о результатах деятельности главы города Назарова за 2022 год принять к сведению. Второе. Признать деятельность главы города Назарова за 2022 год уволитворительной. Третье. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Солятская оприча Лолыния» и размещению на официальном сайте администрации города Назарова в сети интернет. И далее четвертый пункт – это вступление в силу данного решения. Предлагаю перейти к голосованию. Кто за то, чтобы представленный проект решения утвердил? Кто за? Спасибо. Кто против? Воздержался.